Это давно, это с ночью. А вы пытались выйти? Мы пытались. Я упала два раза. Девочка утонула здесь один раз. Мужчина утонул. Пытались. Ну вот. В полицию не попался. 20 января, четверг. Порыв в железнодорожном районе отрезал от Большого Мира жителей целого квартала. Тем, кто рискнул пересечь разлив холодной воды, выйти сухими не удалось. В результате порыва на водопроводе в районе Хрустальный дом 42, улица Хрустальный дом 42, произошла утечка, наружная утечка уже непосредственно по внутриквартарным проездам. Соответственно, дошло до Хрустальный 48, так как непосредственно находится в низине данный дом. Сейчас сотрудникам МУП «Водоканал», совмест с администрацией района организованы работы. Эта авария для района не сюрприз. Накануне рабочие водоканалы устраняли порыв на Варейкис, а по официальной информации, трудились всю ночь. Спустя пару часов рванула эта же труба, из-за чего и оказались затопленными дворы на Хрустальный. Один за одним, порыв за порывом 21 января прорвало магистраль на улице Маяковского. Без тепла и горячей воды остался недавно запитанный этой трубой микрорайон Репина. Котельную, от которой микрорайон отключили буквально на днях, вновь ввели в рабочий режим. В ближайшую неделю именно она будет закрывать дома плотно заселенной территории. Мне известно, что в 2019 году на участке по улице Маяковского высшие энтузиасты должны были проводиться ремонтные работы, но, к сожалению, они не были проведены для того, чтобы был положен новый асфальт. Поэтому здесь, конечно, вопрос согласования и планирования работ. Город должен быть в курсе. Мы неоднократно обращали внимание администрации города Ульяновска о том, что по улице Маяковского течет вода. Значит, вот это все привело к возможному развитию дефекта. Конечно, будут приниматься меры по усилению и повышению надежности на этом участке. И завершилась неделя еще одним схожим ЧП. 22 января без холодной воды остались дома в районе Западного бульвара. По словам местных жителей, перебои ощущаются до сих пор. Для бытовых нужд воду приходится покупать. Порыв в сложном месте, как раз под лотками теплотрассы. Теплотрасса магистральная, диаметром 700 мм. Поэтому ремонтировать традиционным способом представляется невозможным. Поэтому сейчас с 10.46 сегодняшнего дня вновь отключена вода. И МУП Ульяновский водоканал ведет ремонтные работы методом санации. Зима – сезон, обнажающий слабые места коммуникации, несмотря на все испытания и мониторинги состояния. Кроме того, вопрос поднятия тарифа водоканал поднимал, руководствуясь как раз тем, что при прежних цифрах средств на своевременный ремонт не хватает. Очевидно, что такая вереница происшествий – накопительный эффект. Трубы старые, изношенные. Внимание к их состоянию явно недостаточно. Изношенность коммуникаций профильный министр Черепан оценил практически в 70%. В предыдущем году, в 2021 году, нам выделена, в принципе, астрономическая сумма. Впервые на нашу сферу водоснабжения – это полмиллиарда рублей. Регион в этом году будет подавать заявку на получение средств фонда национального благосостояния. Финансирование осуществляется фондом содействия реформирования ЖКХ. Рассчитываем получить порядка трех миллиардов рублей. Конечно, таких серьезных последствий, какими запомнилась авария в микрорайоне Тути в августе прошлого года, ульяновцы не испытали. Водоснабжение и теплоснабжение во всех случаях удавалось восстановить в течение нескольких часов. По словам инженера городских теплосетей, в Репино батареи даже не успели остыть. Но при столь высоком проценте износа сетей в общем, который был озвучен, все это можно назвать чистым везением. Коммуникации областного центра, да и в районах области требуют серьезной модернизации. Иначе вот такая Венеция на карте региона будет появляться все чаще. Ждать пришлось недолго. Начало новой недели и новое сообщение. Без тепла 9 многоквартирных домов в Димитровграде. Коммунальщики обещали с последствиями порыва теплотрассы справиться до конца светового дня. Вера Мещерякова, Павел Петряков, Анна Чайникова, Сергей Рябухин, Бахтияр Салтанов, Юрий Давыдов. Репортер 73.